Приветствую всех любителей шахмат. Сегодня мы рассмотрим яркую партию многими забытого чемпиона мира по версии Фиде Руслана Пономарева. Его соперником был сильный нидерландский шахматист Люк Ванвелли, который играл черными фигурами. Пономарев открывает партию ходом королевской пешки, черный отвечает с ицелянской защитой. Белый развивает коня, черный играет здесь Е6. И белый применяет вариант Алапина-Свечникова с идеей построить мощный пешечный центр. Черный нападает на пешку, развивает коня, белый захватывает с темпом пространство. Атакованный конь отступает на поле Д5. Руслан Пономарев развивает слона, готовит рокировку в короткую сторону. Черный нападает на слона, слон уходит на поле Б3. И продолжением Д6 Люк Ванвелли подрывает центр. После размена на поле Д6 белый обеспечивает безопасность королю. Черный развивает фигуру по направлению в центр. И Пономарев устанавливает пешку в центре доски. А здесь Ванвелли принимает решение поменяться в центре доски и создать белым изолированную пешку. Сразу же черный блокирует эту пешку по арону Немцовичу. Белый с темпом нападает на ферзя. Черный защищается ходом слон Е7. И здесь Руслан Пономарев пробивает на поле Д5. У черных здесь два примерно равноценных продолжения. Это взятие на поле Ж5, а также отыгрыш фигуры на поле Д5. Люк Ванвелли выбирает именно второй вариант. Белый теперь атакует с темпом ферзя. И здесь необходимо было отступить ферзем именно на поле Д8. Для того, чтобы защищать своего короля. Но вместо этого нидерландский шахматист бросает своего короля на произвол судьбы. И отступает ферзем на поле Ф5. Теперь Пономарев меняется на поле Е7. Выписывает шаг через поле А4. И после оборонительного слона Д7 играет ферзь А3. Перекрывая дорожку на королевский фланг. Ракировать нельзя, поскольку будет висеть конь на поле Е7. И черный король надолго застревает в центре доски. Кроме этого, черный король нарушает взаимодействие черных ладей. И по сути, черный в этой позиции играет без королевской ладьи. Здесь черные пошли конь Д5. Возможно, с идеей подменять фигурки и тем самым облегчить себя оборону. Где-то перевести ферзя на поле Е7, поменять ферзей и перейти в эншпиль. Но вот Пономарев бросает коня в зону. Черный меняется на поле Ц3 и играет ферзь Ж5. Белый устанавливает ладью на открытую линию, нападая на пешку Б7. Если здесь черный защищается слоном, тогда можно поменяться на поле Б7 и вторгнуться в обжорный ряд. Положение черных становится совершенно безнадежным. В партии Жилюк Ван Валер решил защитить пешку на поле Б7 слоном с поля Ц8. Теперь практически все их фигуры заняли начальные позиции, окромя ферзя. И белый теперь устанавливает ладью на линию Е. Есть такой принцип. Если вражеский король застрял в центре, необходимо этот центр вскрывать. Что и делает Руслан Пономарев. Черные сыграли ферзей 7 с идеей поменять ферзей. Но, конечно же, это никто не позволит сделать. Ферзей 4. Белые дают шаг королю. Если черный защищается от шаха слоном, тогда можно поменяться много раз на поле Д7. Затем забрать пешку на поле Б7. Ну и что делать черным? Если король идет на Д6, тогда падает пешка на поле Ф7. Ну а отступление короля на поле Е8. Наталкивается на ход Д5. И белый выигрывает еще одну пешку. Черная ладья по-прежнему вне игры. В общем, осознав тот факт, что в этой ситуации черному королю никто уже не поможет, он решил с горя пешком отправиться в дальний угол своего замка. Но недружелюбно настроенный пехотинец решил польнуть ему в спину копье. Итак, белый играет Д5, вскрывая позицию в центре. Черный отвечает ходом Аш5. Возможно, с идеей вести все-таки в бой свою королевскую ладью. Дальше был сделан ход ладья Д1. Белый угрожает тычком Д6 и Д7 выиграть фигуру на поле Ц8. И у черных уже нет защиты от данной угрозы. Ван Вэлли поменялся на поле Д5, но пропустил комбинационный удар конь Ж6. А точнее, допустил этот комбинационный удар. В результате черный теряет ферзя. При этом атака белых продолжается. Руслан Пономарев сыграл ферзь Д4, нападая и на пешку Д5, и на пешку Ж7. Черный защищает пешку на поле Ж7. Белый с шахом забирает на Д5. Затем на отступление короля играет ферзь Д4. На уход на поле Ф7 ферзь переходит на поле Ц4. И на ответное слон Е6 завершающий шах с поля Д7. В этой ситуации нидерландский шахматист признал себя побежденным. Поскольку на отступление короля будет дан форсированный мат. Ферзь Ф4. Единственная защита слона Ф5. Теперь шах с поля Д4. Король вынужден идти на поле Ж5. Дальше белый играет А4. И матует таким вот образом черного монарха. Какой же вывод можно сделать по итогам данной партии? Черный безответственно отнеслись к проблеме обеспечения безопасности своего короля. Руслану Пономареву удалось вскрыть центр и использовать все плюсы своей позиции. Напишите в комментариях, как вы думаете, почему Руслану Пономареву так и не удалось стать элитным гроссмейстером. Также не забываем ставить лайки, подписываться на обновление канала. Поделитесь этим роликом в социальных сетях. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok